привет мы сейчас находимся на раменском бульваре и вот здесь отмененная стройка вроде как ее уже отменили видите написано отменить стройку тут такие были большие протесты это на мичуринском проспекте 30 б вот это перед нами дом мичуринский проспект 30 а вот там сам мичуринский проспект здесь собственно говоря вот шла долгая борьба жителей дома против стройки который тут намечалось еще одного такого же дома мичуринский простой 30 б видите здесь очень плотная застройка раньше здесь была практически промзона железная дорога вот и были разные промышленные предприятия ну а вот последние буквально 10 лет тут понастроили вот очень видите много домов чем они все многоэтажные и практически здесь вот нечем дышать достало народу если до этого здесь наоборот было очень свободно фактически промзона сейчас вот видите стало трудно дышать и вот хотели тут еще один дом влепить вот видите даже там стенды строительства нового дома но все-таки вроде как на сей раз согласились власти отменить строительство и видите всю технику отсюда вывезли вот недавно совсем буквально по моему месяца два назад и вот все вроде как все таки не будут действовать дом пока тут пустырь все заросло ну если отменили панара году берут скорее всего вот эту в которой мы видим и наверное здесь вдруг принципе хотели разбить какой-то квер все-таки да для народа чтобы где-то было место погулять тоже родители говорили что просто реально негде здесь гулять действительно совсем нет места а вот школа для домов тоже не хватает мест может быть что-то построить какой-то цельный объект ну в общем не знаю как в итоге распроедятся но уже жилого дома действительно стареть его не будет по нам 30 стройка вроде как отменена а что будет посмотрим вот ну а вот перед нами в самом конце раменского бульвара кстати раменского бульвара тоже здесь не было он тоже совсем недавно появился здесь была промзона железная дорога проходила и вот в конце этого раменского бульвара вот увидим жилой комплекс вот который называется мосфильмовский потому что он находится ну вот на фактически в конце мосфильмовской улице вот там как раз в общем-то шла железная дорога вот станция очаг во 2 но она там находится за теми домами впереди туда вот назад метро университет бетонного завода там завод жбы и железобетонных изделий это тоже недалеко ну вообще другие всякие предприятия и вот здесь в общем никаких домов как я уже сказал не было и была железная дорога который вот проходила к разным промышленным объектом которые здесь находились ну а после того как это здесь фактически реквизировали и железную дорогу и вообще промзону фактически да уже ничего здесь не осталось из промышленных приятия вот стали застравить жилыми домами и вот в том числе не так давно построили вот этот вот комплекс видел там впереди жилые дома здесь вот на конце мосфильмовской улице кстати мосфильмовской улице здесь раньше вообще заканчивался здесь был разрыв никакого раменского бульвара не было вот а дальше там винницкой улице но она с мосфильмовской не соединялась она просто был разрыв между мосфильмовской и винницкой поэтому были фактически железнодорожные пути и всякие промышленные предприятия разные военные объекты были много объектов псб псо но они отчасти сейчас остались здесь как раз в конце мосфильмовской улице но часть вот тоже фактически застроена эта территория которая относилась к разным там войсковым частям к разным промышленным объектом и вот построили этот вот комплекс жилой комплекс на мосфильмовской но в некоторых почему-то источников до сих пор он числится еще как строящийся котел в принципе он уже построен ну примерно как полностью года два назад он строился построены вот эти дома были все несколько домов там и школа тоже такой целый микрорайон но с 2014 по 2017 год финанский году стройка здесь закончилась сейчас уже середина 19 поэтому конечно морская чужой комплекс уже построен причем за выступил фсб фсб россии в общем-то это жилой комплекс он строился во многом для сотрудников спецслужб хотя в принципе здесь квартира очень свободно продаются насколько я смотрел очень купить квартиру мощен может каждый ну наверное преобладающим может быть население сидов сотрудники служб фсб все-таки здесь много здесь вот на мичуринском и академии фсб находится ну и вообще много разных объектов фсб в окрестностях с юг на юго-западе вот и на проспекте вернадского но и здесь на мосфильмской тоже есть объект поэтому ну наверное отчасти что то может быть кажется здесь и много живет сотрудников спецслужб но в принципе такой комплекс он в общем видите довольно большой и принципе конечно очевидно заняты только сотрудников спецслужб видите этот комплекс он там чего и паркинг и школа это все вот относится к этому жилому комплексу мосфильмов туда дальше глубину квартала это вот раменский бульвар мы с вами сейчас находимся самом начале улица довженко вот перед нами знаменитый вольф-клуб территории гольф-клуба московского который здесь работает по 1 вольф-клуб в москве едва ли не в россии работа здесь с конца 1980-х годов и вот здесь перед нами самом начале улицы довженко мы видим строится апарт-отель такой как гостиничный комплекс апартаментами как написано на стенде это дом 2 вот строится здесь нужно довольно таки давно по моему 2016 года вот под сеткой там принципе работы идут слышен звук наверное даже услышите вот здесь когда-то находился продуктовый магазин вот для местной округи не кстати он очень был нужен жителям многие недовольны что значит ликвидировали продуктовый магазин того действительно здесь с магазинами очень сложная ситуация если у других районов буквально каждом доме продуктового магазина никаких проблем нет то здесь вот в этом мосфильмов скам районе как говорится но здесь людей рядом мосфильмовская улица проходит вот район раменки сейчас это здесь соответственно вот проблему да есть с магазинами довольно большая продуктовыми ну как бы там ни было вот это строится апарт комплекс или там гостиничный комплекс апартаментами высота его будет 9 этажей вроде как предполагается ну а там кажется это сложно и будто называться довольно так изысканно по-английски амбасседа 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 гольф клуб президентс как бы переводе на русский язык ну это что-то типа резиденция посла гольф-клуба или как бы представительство посла гольф-клуба ну вот гольф-клуб здесь рядом находится но это вроде как так его представительство ну в общем что-то такое претендующее на элитарность кстати вот перед нами на противоположной стороне улице тоже в начале вот там вот видим тоже девятиэтажный жилой дом совсем недавно построенный который принадлежит управление делами президента ну и в общем принципе вот эти дома тоже вот еще один дом но он чуть пораньше построен но тоже не так принципе давать давно один из новых домов вот это все тоже здесь довольно элитные дома район престижный ну и вот начало улице должен к тоже застроли дальше там идут в основном советские дома ну кстати здесь совсем немного кстати довольно интересный круглый дом один из тому еще не несколько домов там в основном 12 16 этажных но и такие типовые советские дома по 70-х годов постройки 60-70 а это новые дома раз построили в начале улица Довженко ну и вот одно еще собственно строительство продолжается последнее но здесь уже фактически строить больше негде там на территории закрытой территории гольф-клуба куда просто так конечно не пустят там находится еще один клубный дом но это надо для сотрудников гольф-клуба может там для гостей дорогих но естественно здесь все стоит очень дорого гольф это вообще занятие для аристократии мы недалеко от начала масс-фильмовской улице ну собственно говоря около масс-фильма кино знаменитой киностудии самой известной киностудии в общем стране ну и в Москве конечно же вот мосфильм и здесь вот на части территории мосфильма уже теперь бывший получается сейчас идет строительство жилого комплекса вишневый сад на речке кипятки вот здесь эта речка проходит кипятка посмотрим вот она таком довольно глубоком обраге ну здесь вот спортивная площадка там вот речка кипятка протекает площадкой и здесь вот видите там за деревьями еле видно там вот идет строительство как раз жилого комплекса вишневый сад название красивое хотя в принципе она ну скажем так не оригинальный то есть на жилые комплексы с таким названием в москве в принципе несколько несколько даже а ну и не только в москве и вам во многих очень других местах россии по моему даже московской области какой-то и жилой кукле с таким названием в общем скажем так это не оригинально назвать ну конечно же красиво и понятно что создана новее на таскать пьесы антона чехова вишневый сад ну и действительно здесь видите все утопает зелени как в общем-то вообще в москве русском районе который сейчас называется раменки но советское время назывался москве мовский ну понятно по москве низкой улице она свою очередь по предприятию киностудии мосфильм который сейчас называется концерн мосфильм вот видите здесь площадка для тенниса игры в теннис вот там видели площадку для игры баскетбол баскетбольную ну а там дальше за ним проходит маленькая такая речка кипятка и вот там за забором вот мы видим хотя и с трудом можно заметить да тут как говорится вдали скрыто от посторонних глаз как раз идет строительство этого жилого комплекса вишневый сад как я уже сказал на части территории мосфильма бывший вот там часть корпусов разрушили ну и вот на часть территории строится этот комплекс не так давно стал строить это около года назад и он будет включать себя пять домов вот бизнес-класса которая застройщиком является компания и биди development и эти пять домов будут иметь не очень высокую этажность от 8 до 12 этажей ну как принципе и практически все дома бизнес-класса и элитные дома естественно будет элитным ну понятно что и название с претензией здесь в общем практически все комплексы которые строятся они в принципе видит ну потому что место стакане в запад москвы ну юго-запад запад на границе вот ну и соответственно цены здесь тоже будут элитные то есть самые дешевые квартиры в этом жилом комплексе будет стоить 30 миллионов рублей ну естественно это однокомнатная квартира может даже типа студии какой-то небольшой ну а самая дорогая более 300 миллионов ну там что-то в районе 325 вот в таком плане может быть даже и побольше подороже там будет в процессе нарк еще как будет покупать так что здесь в общем вот ну вот как мы видим там в часть домов уже как-то году практически построена то есть уже отделка идет внешне можно видеть ну а так в принципе этот комплекс планирует стать это 2020 году примерно и он и будет иметь адрес мосфильмовская улица дом 1 ну наверное поскольку несколько корпусов то наверное там пять корпусов новый жилой комплекс ну довольно таки большая такая территория но мосфильм вообще такая большую территорию занимает между улицей косыгина и как раз вот этой мосфильмовской улице протянулся ну и сам вот этот комплекс он уже как мы видим довольно таки немаленький так как мы сейчас попробуем обходить сложно но в общем более-менее понятно если возможность посмотрю там вроде дырка нам откроется я так понимаю что так вот воды сюда подняться Ну, до встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ